Национальный парк «Плитвицкие озера» с 1979 года «Озера» включен в реестр «Всемирное наследие» ЮНЕСКО, как один из красивейших и уникальных парков мира. В его состав входит 16 озер карстового происхождения. Из-за большого количества известняка вода приобретают изумрудный цвет. В парке 140 водопадов и их количество увеличивается. Самый высокий – составцы. Его высота – 72 метра. Около 20 пещер можно осмотреть, посетив парк. Разница высот между верхними и нижними озерами достигает 133 метров. В парке среди девственных буковых и иловых лесов произрастает 55 видов орхидей. Великолепные Плитвицкие озера расчет времени. Самый короткий маршрут займет около 3 часов, если преодолевать его быстрым шагом. Лучше отвезти на путешествие один или два дня. Спортивная обувь, плотно сидящая на ноге с толстой, не скользящей подошвой. Дождевик или ветровка. Это горы и погода там непредсказуемая. Вода и запас продуктов. Перекусить можно на входе в парк и в нескольких местах на его территории. Но цены не порадуют. Эмоцкие озера в Хорватии красные и синие в Хорватии в ходу куны. Один кун равен 55 центам. К расчету принимают и евро и национальную валюту. Парк расположен на съезде с трассы Д-1, Загреб-Дубровник. Расстояние от Загреба 134 километра. Ходят автобусы с интервалом в 30-50 минут. Самые красивые озера Европы в летний период с 8 до 20, в зимний 8 до 19. В парк ведут два входа, нижний и верхний. Возле каждого есть небольшая платная парковка, стоимость 7 хорватских кун, час или 70 хорватских кун, сутки. Рядом с входом расположены кассы, кафе и лавки с сувенирами. Стоимость входного билета, для взрослого 110 хорватских кун на один день и 180 хорватских кун на два дня. Детский билет, 12-18 лет, 55 и 90 хорватских кун, соответственно, студенческий 80 и 160 хорватских кун. Дети до 12 лет, бесплатно. Никаких документов, подтверждающих возраст, не просят. В кассе туристы получают билеты с картой национального парка, на которых отмечены основные маршруты, остановки электробуса и теплохода. На входе также расположены информационные стенды, с картой парка и расписанием обслуживающего его транспорта. На нем же расположен список, что нельзя делать в парке, купаться, ловить рыбу, собирать ягоды, разжигать костры, ходить вне специальных настилов из бревен и отходить от маршрута. Особо важно, если проход закрыт, не нужно пытаться обойти ограждение. Возможно, там находится территория, не до конца проверенная минерами. Всего в парке проложено 8 маршрутов разной степени сложности. Два первых, а и в наиболее простые и занимают около 2-3 часов. Самый сложный предполагает подъем к водопаду Составцы и занимает около 8 часов. На территории парка действуют 4 отеля и 2 кемпинга. Одни сутки в отеле обойдутся в среднем в 70 евро. Ночевка в кемпинге 20-25 евро. Можно попытаться снять комнату в близлежащей деревне. О Плитвицких озерах можно говорить долго, но лучше один раз увидеть. И скорее всего, влюбиться в их красоту и величие.